здравствуйте дорогие друзья гости вам канала сегодня будем готовить ребрышки свиные к пиву так вот ребрышки будут они солоноватые с остринкой очень вкусные аппетитные ребрышки горячего копчения у нас будут сейчас мы подготовим смесь посолочную для них берем 18 грамм соли на килограмм 50 на 50 с нитритной 3 грамма сахара на килограмм перец острый красный 0 5 грамма перец молотый черный смесь 5 перцев полтора два грамма на килограмм чеснок грамм 10-15 на килограмм свежий ну если свежего кого-то нет хотя и в этом сомневаюсь можете использовать сухой просто его спадаем и не совсем мелко порубим но что-то все равно потом все у нас мы уберем порубать просто кусочками небольшими отправляем тарелку посолочную смесь саму ну и заливаем все это подсолнечное масло можно использовать оливковое немного чтобы сделать кашицу такую не слишком густую и не слишком жидкую да кстати так можете замариновать ребрышки для гриля на гриле жарить но только тогда нитритную соль не использовать берем ребрышки и равномерно все это заливаем и натираем со всех сторон сейчас переложим посолочную тару все что осталось в противне варенье засолки мы конечно же все туда же отправляем все приобрел закрываем обязательно закрываем и отправим в холодильник на одни сутки так то можно их и за 12 часов замариновать но через сутки они будут более насыщенные более вкусные во время готовки а если для гриля то буквально два-три часа и все и можно их на мангал мы будем делать их пиву закусках пива так сказать и через 12 часов я их перевернул так вот помешаю отправляем холодильник на 12 часов до на 12 часов перемешаем их и еще на 12 часов и так в итоге сутки но прошли сутки как мы засолили ребрышки такие-то не шикарные красота я их переворачивал там как я уже говорил сейчас мы их вешаем на об сушку обсушивать ребра я буду в коптильне я поставлю температуру шеверез занят у меня поставить температуру на регуляторе 40 градусов и в течение 40 минут часа просто обсушим заодно оттеплим там у меня еще грудинка будет тоже как к птице готовится подольше а ребрышки быстро приготовить опять же проверяем все расстояния по работу статики все как обычно ничего нового дверь оставляем при открытой ставим температуру 40 там камере будет среднем 35-40 градусов и при этой температуре сушим и заодно и оттепляем все остальное у нас выключено ну прошло чуть больше 40 минут ребрышки подсушились оттеплились до блестит это масло грудинка тоже подсушилась все сейчас выставляю температуру на 85 90 закладываем дровишки и коптим течение 40 минут обычно за это время при 85 90 рыбрышки уже готовы но мы проверим соответственно все это по термощупу увеличим температуру ставим на 90 включаем нагрев зольника и закладываем дровишки и было на лихе сейчас дым хорошо пойдет включим холодное копчение и засекаем время с момента включили холодное копчение 40-45 минут будет вполне достаточно на рублю для ребрышки температура 85 здесь все отключилось вот стоит на 90 все отключилось куда температуру и держим и 85 коптим ну все прошло 45 минут дым я уже отключил дрова достал все отключил холодное копчение отключаем сейчас вооружаемся щупом пород пошел пар пошел о какие ребрышки грудиночка выстрел проверяем готовность нижнем куске ну и температура после копчения составила 66 градусов доводим при 85 90 еще три градуса до 69 это займет буквально еще минут 10-15 ну вот температура достигла 69 все ребрышки готовы сейчас будем их доставать красота какая так сейчас по ребрышки быстренько достаем убираем их остывать а грудинку будем дальше готовить доводить до готовности вот ребрышки готовы ночью не отлежали в холодильнике очень ароматные все приготовлено очень вкусные с пивом ребрышки под пиво да и так погрызть очень вкусно и обалденно всем приятного аппетита и до скорых встреч а мы будем ребрышки кушать